и снова здравствуйте уважаемые зрители нашего канала науч студии тестируем аккумуляторы значит прикупил вот такой аккумулятор с алиэкспресс на 8 ампер часов это у меня зарядное устройство ли такала ли 500 но я его уже показывал рядом у меня вентилятор лежит если аккумуляторы нагреваются их охлаждаю таким вентилятором здесь вот еще винтики есть для регуляции оборотов винта проверяем аккумулятор на тест емкости устанавливаем режим nord test это означает в начале аккумулятор полностью зарядится и начнет считать миллиампер и на разряд самого аккумулятора значение сопротивления аккумулятора равняется 35 единицам и так аккумуляторная батарея зарядилась и сейчас уже идет подсчет миллиампер на разряд понаблюдаем с какой скоростью идет разряд и подсчет миллиампер сейчас составляет 122 миллиампера вот сейчас перепрыгнула на 123 миллиампера 124 миллиампера единственное возможно кто-то знает куда он сливает при скорости 1 ампер часа электрическую энергию с этого аккумулятора так как я проверял само устройство полностью холодная блок питания от этого устройства точно также холодная куда он девает один ампер то есть он его должен перегонять в тепловую энергию или же он его в розетку обратно запихивает напишите в комментариях если кто-то знает и разбирался с электроникой этого устройства аккумуляторные батареи обязательно нужно проверять не на заряд а именно на разрядный ток чтобы четко понимать сколько ампер часов мы сможем с них скачать у меня здесь лежат аккумуляторы серые много это они вынуты из электросамоката значит в чем вся была фишка электросамоката пока он был новый они работали нормально то есть один сезон то есть электросамокат был куплен весной все лето этот электросамокат был в эксплуатации а на следующий год как только зиму электросамокат пролежал ну на хранение дома не на балконе а именно дома и получилось так что произошла разбалансировка аккумуляторов в итоге батарея вышла из строя электромотор не запускался аккумуляторы были извлечены из коробки электросамоката и там отсутствовал механизм балансировки аккумуляторной батареи отсутствие балансировочной платы значит вот они последовательно так вот стояли здесь еще пачка стояла зарядное устройство подключено здесь и вот здесь а допустим умирает вот эта ячейка один аккумулятор умирает и тащит за собой всю остальную ячейку и получается предположим нужно заряжать одним напряжением ну одна пачка уже просела вот а зарядное устройство продолжает их заряжать на повышенном напряжении а это уже просто сквозняком пропускает энергию и те аккумуляторы остальные просто заряжаются до 42 и зарядное устройство не знает о том что аккумулятор это просели вот эти посередине и продолжает их заряжать напряжением повышенным и там как только через четыре целых две десятых вольта аккумуляторы перепрыгнули он их начинает 4 3 4 4 4 5 и вот эти аккумуляторы начинают греться и тоже убиваться и вот что у них и произошло почему я говорю обязательно нужно на разряд я вначале эти аккумуляторы поставил на заряд вот их тут даже подписал у какого аккумулятора сколько миллиампер часа вот этот вот один ампер вот тут вот 700 миллиампер тут 400 миллиампер разные да то есть я начал тестировать и получилось так что допустим вот возьмем где-то тут вот был аккумулятор показывал на заряд почти 2 ампер часа а если мы ставим на скачку энергии там 200 300 миллиампер максимум в лучшем случае спрашивается куда же он закачивал то 2 ампер часа а очень просто он их просто переводил в тепловую энергию то есть он их залил там эти 400 миллиампер напряжение на них вот мы их убираем из зарядного устройства и он показывает нам после 4 2 очень быстро падает напряжение где-то до 3 целых восемь десятых вольта ну где-то в районе 4 вольта и он зарядное устройство его все время догоняет до 4 2 и получается все время аккумулятор саморазряжается блок питания его старается зарядить вот он и накачал вот эти вот 2 ампер часа а по факту они там 200 300 миллиампер то есть они уже убитые аккумуляторы поэтому ребята нужно обязательно аккумуляторы особенно старые проверять на разряд а у нас в основном ставятся на на заряд и потом тестируются на заряд и утверждает что емкость именно такая то есть обязательно аккумуляторы необходимо измерять на разряд но вот это устройство литокала позволяет аккумуляторы тестировать именно на разряд были закуплены новые аккумуляторы 2600 там их 40 штук стояла точно также их спаяли все вместе вот аккумуляторы и поставили балансировочную плату и вот сейчас электросамокат бегает и дальность хода у них у электросамоката даже увеличилась потому что вот эти аккумуляторы я нашел примерные вот их характеристики там указано было сейчас вам покажу где-то по моему они 2 ампер часа 7 и 2 ватта не знаю почему в ваттах обычно аккумуляторы всегда пишутся в амперах а здесь 7 и 2 ватта но это примерно около 2 ампер в общем были 2 амперные стояли в электросамокате были закуплены цена-качество это аккумуляторы 2,6 ампера и дальность хода электросамоката немного увеличилась и так аккумулятор у нас зарядился весь процесс длился 16 часов 51 минута аккумулятор оказался на восемь с половиной ампер даже больше чем заявлено китайцами на 500 миллиампер поэтому заявленная мощность полностью соответствует спасибо за внимание кому понравился видео обзор ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на канал вас еще ждет много много интересного